Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы решили по вашим многочисленным просьбам отснять расширенную версию Ваганьковского кладбища, то есть про наших ушедших кумиров. Как вы знаете, я появлялся уже на Ваганьково в том видео, когда мы снимали это с Женей, ну с Евгением Пантелейкиным, он же Михайлович. Там у нас получилась 20-минутная версия, как я уже говорил, Женя там кое-что повырезал, ну и у некоторых актеров мы не были. Во-вторых, мы снимали зимой, феврале, и все-таки обзор был не тот. Некоторые могилы были присыпаны снегом, поэтому видно было плохо. Сейчас на дворе июль, лето, какие-то кумиры еще здесь появились, к сожалению, ушли из жизни. И мы сегодня будем останавливаться у каждого, и я буду более подробно вам рассказывать о них. Надеюсь, каждый посмотрит, что-то для себя новое увидит, да. И, как говорится, послушаю ваши оценки. Сейчас сразу хочу вам сказать, как сюда добраться. Доехать нужно до метро 1905 года. И вот такая вот дорога. Как с метро выходите, там получается у вас указатель выход на Ваганьковское кладбище. Вы выходите наверх, увидите эту дорогу, и идете просто по ней, и упираетесь в ворота. Ну, здесь уже таблица Ваганькова. То есть работает оно с 9 утра до 7 вечера. С октября по апрель с 9 утра до 5 вечера. Но это потому, что темнеет рано. На этом предисловие, скажем так, закончим. И начнем с каждого актера, именно с центральной аллеи, кто-то где похоронен. И там я уже буду подробно рассказывать. Итак, мы зашли на центральную аллею. Она самая центральная, находится прямо перед входом. Как вы входите и направо поворачиваете. Здесь, конечно же, находится могила Владимира Семеновича Высоцкого. Родился в 1938-м. Скончался 25 июля 1980 года. Вот, кстати, скоро, 25 числа, здесь будут собираться все его поклонники. Они ежегодно здесь собираются. Выступает здесь его песнями. Цветы у него всегда здесь присутствуют. Потому что могилу Высоцкого сложно пройти, как говорится, мимо. Рядом с ним похоронена его мама. Нина Максимовна. Рядом с Владимиром Семеновичем Высоцким находится знаменитый, ну, как сказать, наверное, первый человек в нашем времени, который и придумал то самое знаменитое ОРТ. Это Влад Листьев. Ну, как все вы помните, был застрелен в своем подъезде на Новокузнецкой 1 марта 1995 года. Вот, похоронили его здесь. Портрет периодически то появляется, то исчезает. Ну, это уже на усмотрение, наверное, родственников и кладбищенских работников. Из известных людей по этой аллее, они вот как раз находятся рядом. Влад Листьев, Владимир Семенович Высоцкий. Если посмотреть направо, там есть Колумбарий. Вот, и если пройти Колумбарию, Насколько я знаю, ну, чтобы людям было более понятно, там похоронены два известных актера. Один из них знаменитый и прекраснейший актер. Это Кононов Михаил Иванович. Родился он в 49-м, скончался в 2011-м. Это было его личное желание, чтобы его кремировали, а не закопали. Потому что он еще при жизни говорил, что не хочу, чтобы червы меня ели. Ну, такое вот выражение было его. Вот он находится в Колумбарии здесь. Фотографию его можно легко узнать. Потому что из моего поколения его все помнят, конечно же, гости из будущего. Одного из пиратов он играл. Если посмотреть вправо, через одну такую городку, то здесь похоронен знаменитый Буба Косторский из Неловин-Пустителя, а именно Сичкин Борис Михайлович. Жил он уже с 80-х, по-моему, годов на территории США. Туда он эмигрировал. Потом, в 96-м году, если мне память не изменяет, приезжал он в Россию. Снимался в фильме «Бедный Саша». Это был, по-моему, последний его фильм в репертуаре. Скончался он также на территории США, но прах его был перевезен сюда и похоронен здесь, на Ваганьково. Поэтому по первой аллее, вот если в этом ряду, из известных людей, наверное, все. Мы пойдем сейчас немножко дальше. Сразу немножко в сторону, если отойти на пару метров от центральной аллеи, повернуть направо, куда мы сейчас пойдем, чуть-чуть ниже. Здесь похоронен Сергей Столяров. Все, кто любил советские фильмы, там, даже с 40-х, наверное, 50-х, начало 60-х годов, помнят его по многим фильмам. Если посмотрите его википедию, сразу поймете, кто это и о ком я говорю. Ну, как я уже говорил, ну, для вас, наверное, впервые, пришли такие 90-е годы, когда людей, которые друг другу не подходили ни по профессии и вообще никак не были сопоставимы между собой, начали хранить рядом, потому что были 90-е годы. И, соответственно, если повернуть еще за погостом Сергея Столярова, здесь похоронены два брата. Это которые были такими теневыми адмиралами криминального бизнеса города Москвы в 90-х годах. Сначала был застрелен Атари Квантришвили, это был младший брат. А после него еще более известный... Ой, прошу прощения. Сначала был застрелен Амиран Квантришвили, это старший брат. А после него был застрелен Атари Квантришвили, который, наоборот, более известен. Ну, что про него можно рассказать? Когда он был в Москве, его боялись все, как еще многих нелегальных лидеров тогда нашего государства. Амиран был менее, еще раз скажу, известен, но также начал распускать свои руки более масштабно, в результате чего и погиб. Также был застрелен. Атари выходил из знаменитых бань краснопресненских и был застрелен знаменитым киллером. Ну, я уже один раз говорил, там, солдат, где Игорь пишет, Леша, Саша солдат. В общем, он был застрелен знаменитым киллером Шерстобитовым, который сейчас отбывает 25-летний срок. На похоронах здесь присутствовали все, и звезды шоу-бизнеса, и даже из правительства Москвы были, и Березовский здесь присутствовал некогда руководящий. Просто все друг на друга так косо смотрели, все же пытались выяснить, а кто же заказал его. Ну, позже, гораздо позже, все стало понятно, что заказала его группировка Сильвестра. Приказ выполнил Шерстобитов. На этом про этих товарищей, наверное, все. Мы пойдем дальше. Пройдя немного дальше, только по левой стороне аллеи, здесь похоронен великий и знаменитый тренер по хоккею Анатолий Тарасов. Ну, про него вы все знаете, кого он тренировал, как он тренировал. Даже знаменитый фильм «Легенда номер 17», там его играет Олег Менщиков. В принципе, немножко выразил его характер, каким он был на самом деле. Похоронен он рядом со своей супругой, с Ниной Григорьевной Тарасовой. А дочка их до сих пор великолепно тренирует и выступает главным арбитром или судьей на шоу «Ледниковый период». Поэтому про Тарасовых можно только показать в моем контексте, где они похоронены. Все остальное про них вы уже знаете. Пойдем дальше. По центральной аллее чуть ниже, метров 10-15 спустившись, сразу здесь такая начинается своеобразная тренерская аллея. Тихонов Виктор Васильевич, также знаменитый наш хоккейный тренер, который долгое время тренировал сборную СССР и московский ЦСКА по хоккею. Именно он не взял один раз знаменитого хоккеиста Харламова на кубок в Канаду. И после чего тот в такой небольшой депрессии впал. И как бы некоторое время обвиняли Тихонова в том, что Харламов разбился на машине немного из-за него. Но не будем вдаваться в такие подробности. Просто скажем, что Тихонов находится здесь. Если пройти немножко дальше, здесь находится другой заслуженный тренер по футболу. А именно Бесков Валерий Константин Иванович, прошу прощения. Поэтому тренерская аллея, она такая вот небольшая. Но здесь находится и футбольный тренер, и хоккейный наш знаменитый тренер. Рядом с ним, я так полагаю, похоронена супруга. Если, ребята, еще какие-то оговорки маленькие происходят. Многие говорят, вот он, наверное, экскурсовод, экскурсовод. Я экскурсоводом никогда в жизни не работал. Так же, как и вы, когда-то друзья приезжают, говорят, давайте сходим туда, давайте сходим туда. А где похоронен Высоцкий, а где похоронен, слово сказать, Миронов. Вот я приводил, и все это в память просто возлагается. Еще что хотелось бы сказать. Здесь, на втором участке, похоронен знаменитый советский актер Борис Андреев. Вся проблема в том, что его могилу застроили так, что к ней пройти невозможно. Вот мы сейчас обошли все по кругу, и даже неинтересно, как родственники туда попадают. Поэтому, если мы сможем к ней близко подойти, мы снимем. Если нет, то нет. Сейчас Слава снимает Машенька Шилова. Это дочка знаменитого художника Шилова, у которого огромное здание с видом на Кремль. И он проводит там выставки. Но больше о ней я ничего вам сказать не могу, потому что 79-й, 96-й, что-то, видимо, произошло с ней. Здесь находится другой наш знаменитый тренер, только уже по баскетболу, Гомельский, Александр Яковлевич. Вот поэтому так уже в народе ее назвали тренерская аллея. Ну, здесь рядом с ней находится человек, который к спорту, наверное, никакого отношения не имел, но гениальный, великолепный актер Александр Абдулов. Да, который скончался в возрасте чуть за 50, от рака, ну, тяжелая болезнь. Вот, поэтому он находится прямо на центральной аллее. И его памятник вот с правой стороны, он такой большой, массивный, поэтому мимо него пройти очень сложно. Напротив него находится знаменитый баскетболист Советского Союза Сергей Белов, который являлся таким мощным, бросковым, скажем так, в нашем баскетболе. Вот, похоронен он тоже не так давно, но памятник вот уже воздвигли ему. Ну, пойдем дальше, так будем, кого увидели, будем про того рассказывать. Повернув за погостом Александра Абдулова и пройдя по аллее метров 10, здесь есть такой указатель, написанных в могиле Олега Даля. Ну, вы его увидите с дорожки, иногда его подкрашивают, вот как сейчас нет. Поворачиваете сюда, и вот буквально вторая могилка от дороги, здесь находится знаменитый советский актер Олег Даль. Фильмы, в которых он снимался, все помнят, вот, можете любой назвать, как вы хотите. Я, например, мне нравится Женя, Женечка Катюша, где он сыграл. Похоронен он с Лизой Даль, но это его супруга, с которой он прожил свою жизнь. Рядом с ними похоронена его теща. Они друг друга по имени-отчеству называли, сколько я про это читал, и всегда с уважением друг к другу относились. И есть такая вот интересная история, что Олег Даль скончался на съемках в Киеве, его нашли в номере у себя. Он внизу сидел с одним актером, разговаривали, и он, как кто-то сказал, встал как-то и сказал, что, говорит, ну, наверное, мне пора помирать. Ну, тот подумал, что это шутка, и так в номере его нашли. Много раз говорили, что он кодировался, рядом с ним в номере нашли пустую бутылку из-под портвейна или вина. Кто-то говорит, что это от кодировки, кто-то говорит, нет, что сердце было изношено. Ну, в общем, что сейчас рассуждать, вариантов будет навалом, поэтому правду, наверное, знает только он сам. Поэтому еще хотел сказать, что когда его здесь хоронили, в 81-м году он скончался, в возрасте 39 лет. Денег особо, как оказалось, нет, и сюда приезжал Иосиф Кобзон, он здесь взял на себя последнее прощание с Олегом. Он вроде и договорился насчет места здесь, поэтому место дали здесь не так далеко от центральной аллеи. Но, опять же, получились такие небольшие заковырки. Когда выкопали могилу, здесь рядом стоит памятник балерине императорского двора, который похоронен в 1904 году. При императоре в 1904 году, как оказалось, хоронили в настоящих гробах, не как потом в советское время пошло, досочки, красный материал и все. А там был настоящий дуб или там красное дерево. Ну, в общем, материал был такой, что когда выкопали, а сам гроб практически не изменился. И он, памятник-то даже направлен вот сюда крестом, соответственно, то есть балерина похоронена вот здесь. А участок выделили Олегу вот здесь. Ну, так получилось, что нужно было что-то все равно делать, поэтому памятники поставили тут. Вот. А сам Олег от памятника похоронен немного в стороне. Ну, и, соответственно, супруга с тещей так же. Потому что мест не хватило. Там дальше стоит оградка. И получается так, что, наверное, супруга и теща где-то посередине оградки, наверное, вот так захоронили. На самом деле. Потому что ограду потом сверху поставили. Вот такие вот были в советские времена проблемы с захоронением наших актеров. Но, тем не менее, он находится здесь. Много раз сюда приходил. Здесь иногда и людей встречал, которые сигарету подкуривают, кладут ему на могилу. Вот. Говорят, что любил он покурить, выпить. Все об этом знали. Ну, как говорится, мы его помним. А мы сейчас пойдем дальше. Детели футбола. Здесь же, на центральной аллее, находится могила знаменитого торпедовского футболиста Валентина Казимича Иванова. Родился он в 1934 году, скончался в 2011. Все его помнят. И когда играл он еще за сборную СССР, и за московская торпеда. Ну, здесь покоится легендарный футболист. Рядом с ним находится еще один и футболист, и в последующем он стал комментатором. Это Владимир Маслаченко. Вот. Поэтому такая вот аллея здесь немного продолжается. То есть Иванов, Владимир Маслаченко, который многие первые такие выдавал ошибочные в последнее время, когда он уже комментатором был. Он так с юмором же всегда относился ко всему. Поэтому Владимир Маслаченко похоронен здесь. А дальше мы, если пройдем, здесь похоронен еще один знаменитый хоккеист Евгений Майоров. Там братья Майоровы. То есть, один из них еще жив. Вот. Евгений Майоров, знаменитый хоккеист, находится здесь. Ну, то есть, мы все время идем по центральной лее. И хотели сейчас немножко выключить камеру и перейти, но, я думаю, не стоит. Потому что напротив Евгения Майорова, давай ближе, Слав, подойдем, просто можно показать фотографию о памятнике, и вы поймете, кто это. Ну, тут еще и написано. Это Георгий Юматов, знаменитый Георгий Юматов, тот самый сначала красногвардеец, впоследствии генерал из знаменитого фильма «Офицеры», который он играл Трофимова, знаменитого бойца Трофимова, потом генерала Трофимова, да. Вот. Здесь он похоронен со своей супругой Крепкогорской Музы Викторовны. Она, кстати, тоже играла в фильме «Офицеры». Если вы смотрели фильм, то помните, когда женщина всегда выглядывала из окна. А в фильме в том она играла маму невесты их сына, вот так я вам скажу. Это такая полненькая женщина, которая все время улыбалась. И в фильме потом, когда невеста в поезде нашла маму своего жениха Егора, она сказала, что маму повесили. Так вот, маму в этом фильме играла именно музыка Крепкогорская. Про Юматову что еще можно рассказать? Незадолго до смерти, до своей, он, находясь дома, у него скончалась собака. Его любимая собака, которую он там обожал просто. И он попросил дворника, по-моему, таджика, помочь похоронить собаку. Они его где-то похоронили. Потом он пригласил его к себе домой. На кухне выпивали они. А Георгий Юматов, кстати, еще хочу сказать, что он был ветеран Великой Отечественной войны. С 16 лет он уже попал на фронт и на катерах на разных участвовал. Несколько контузий, несколько ранений. В фильме «Офицеры» у него след от пули, когда он поворачивается спиной, и жена замолчала этот момент. Это настоящий след, то есть это не грим. Юматов, впоследствии с этим сторожем, когда они выпили там бутылочку водочки, в общем, поминали собаку. Он как бы сел расстойно, что буквально до слез. И в один момент этот дворник таджик сказал ему, ну что ты плачешь, если там человек помер, другое дело, а то собака какая-то. Чем он взбесил Георгия Александровича, тот в порыве высквотил свое ружье дома, которое у него было, и застрелил этого дворника. Он был помещен в СИЗО, где находился около двух месяцев. Ну, потом многие, конечно, подключились, чтобы хотя бы на свободу выпустить. Его выпустили о подписке о невыезде, а как раз там была амнистия, и по амнистии, в общем, срок ему не стали давать. Так получилось, что... Ну, в СИЗО все-таки он два месяца сидел, где совершенно подорвал свое здоровье. Он как бы ко всему очень яростно относился и так вот в себе все это дело переваривал. Поэтому, когда он оттуда вышел, прожил не так долго, у него потом обострение язвы пошло, и скончался он в больницу. Да, ну, похоронен здесь, на центральной аллее. Найти очень просто. Спускайтесь вниз от часовни, от храма. По правой стороне тренерская, по левой стороне юмор. Ребят, нам сейчас приходится по центральной аллее ходить либо вправо, либо влево. Но так распорядились власти, как похоронить актеров, тренеров. Это не наши прерогативы. Здесь находится народный артист СССР Артур Эйзин. Ну, многие, конечно, знают его люди, которые смотрели 60-70-х телевидение. Для более молодых, наверное, эта фамилия ни о чем не скажет, нужно смотреть Википедию. Для остальных Артур Эйзин покоится здесь. Рядом с ним находится еще один знаменитый человек в спорте. Старостин Николай Петрович. То есть, один из братьев Старостиных, который придумали футбольный клуб «Спартак» московский. Как мы видим, здесь находится знамя московского «Спартака». Это болельщики, фанаты сюда зачастую приходят. Вот, мы видим шарфы. Ну, в фанатском сленге они называются «розетки». Поэтому Старостин Николай Петрович находится здесь. Я говорю слово «поэтам», может быть, какое-то другое нужно применение. Но я хочу вам именно утвердить, где находятся памятники, где похоронены эти знаменитые люди. Пойдем дальше, Шла. Дойдя до конца центральной аллеи, то бишь спустившись вниз, поворачиваем направо. Здесь, вот как по аллее, если так ее показать, которая уходит вправо. Напротив кулумбаре похоронен знаменитый «Спартак» Мишулин. Также у каждого есть любимые фильмы с его исполнением. Ну, для детей, к примеру, «Карлосон». Для знаменитого фильма «Белое солнце пустыни» тот самый Саид, которого закопали. Если, опять же, мне память не изменяет. Там он в самом начале появился, когда красноармеец Сухов его выкопал. Но не в этом дело. «Спартак» Мишулин покоится здесь. Рядом с ним находится народный артист России, композитор, дирижер, общественный дедель Юрий Саульский. Если кто-то его знает, кто-то помнит. Вот, Юрий Саульский находится здесь. Также, недалеко, даже не выключая камеру, мы вам покажем знаменитого и великолепного актера Леонида Филатова. Последние его работы были не в фильмах, а когда он уже снимал передачу, чтобы помнили, про тех актеров, которые уходили. Поэтому сам уже на тот момент болел очень сильно и прожил не так долго. Ну, вот он, исполнитель знаменитой роли в фильме «Экипаж» Леонид Филатов. Если брать по этой аллее, тут актеры как бы соседствуют с разными людьми. То есть, опять-таки говоря, простым русским языком разных профессий. Вот здесь, рядышком, находится Юшенков, или Юшенков, наверное, Сергей Николаевич. Ну, помните, такой депутат был застрелен, как обычно, потому что начало 2000-х годов. Те времена еще с 90-х не успели особо сильно перейти. В 2003 году депутат был застрелен в городе Москве. Вот здесь, пройдя дальше, похоронят два памятника, точнее, стоят. Это молодые актеры из того знаменитого Норд-Оста, который был захвачен террористами. И когда спецслужбы приняли решение запустить газ, террористов уничтожили. Но многие люди, надышавшись, тоже впоследствии скончались. Поэтому молодые актеры находятся здесь. Им было... Кристине было 88-го, 2002-го и 89-го. Значит, 14 и 13 лет. Вот. Они играли Ромео и Джульетту. Их решили похоронить здесь, вместе. Ну, решение родительское было. Пройдя чуть-чуть, еще в следующие могилы, здесь находится Цветков Валентин Иванович. Это, как указано на памятник, первый всенародно избранный губернатор Магаданской области. Знаменитый был губернатор в Магадане. Если наши друзья там были, подписчики из Магадана, то вот узнают или увидят, где покоится их бывший губернатор. Был застрелен на Новом Арбате. Говорят, что на уступки не шел. А все-таки в нашей стране раньше, да, наверное, сейчас, какие-то криминальные структуры все-таки правят наверху. Поэтому Цветков получил свою пулю. Причем средь белой дня кадры, когда его застрелили, даже можно в интернете найти. Ну, губернатора, хоть он и правил Магаданом, но похоронили здесь, в Москве, на Ваганьском кладбище. Пойдем дальше. Пройдя еще пару погостов, мы подходим к могиле знаменитого гусара в советских наших фильмах, который играл Дениса Давыдова во всей его красе. Андрей Ростоцкий, который стал режиссером, снимал таких много фильмов. Но в основном фильмы все были такие приключенческие, как он и любил играть гусаров. Также он любил эти шпаги, эти сражения. Снимал в Сочи свой очередной фильм. Решил какой-то трюк исполнить. Сделал неосторожный шаг и упал со скалы с большой высоты. В общем, разбился. Похоронен здесь. Рядом с ним, пройдя немного дальше, ну как ни, буквально даже и проходить не нужно, все это рядом находится. Знаменитая Джуна, а именно Давида Швили Евгения Ювашевна. Много про нее, чего было рассказано и показано. Кто она была при жизни. Лечил еще самого Брежнева. Потом и Ельцина. Многие к ней обращались. И как бы владела она, наверное, своим таким исцелительством. Опять же, это все мы знаем из телевидения. Утверждать конкретно не могу, потому что знакомых нет. Рядом с ней похоронен ее сын. Она скончалась гораздо позже у него. Она в 2015-м, сын в 2001-м погиб в автомобильной катастрофе. Ну, разбился на машине, если переводя на современный язык, который в последние годы любят употреблять. Был, причислялся к группе золотой молодежи. Любил гонки, быструю езду и все такое прочее. Поэтому на машине в 2001-м году разбился. Сначала был похоронен, причем не на этом участке. А в самом начале участке номер 3, по-моему. Ну, Джуна потом, походив здесь, поняла, что участок как бы не тот, какой она хотела. Потому что здесь такая знаменитая аллея. И там его кремировали. Ой, кремировали, это прошу прощения. В общем, перезахоронили его оттуда сюда. Она здесь при своей жизни вот здесь ставила столы на этой аллее. Ее знаменитый друг Стас Садальский сюда приезжал. Розенбаум присутствовал. Даже видео можно найти также в интернете, когда были поминки по ее сыну ежегодные. Здесь стояли много столов, никого не стесняясь. Здесь была на столах водка, закуска и все такое прочее. Она все это рассказывала. Она положила ему в гроб мобильный телефон, когда хоронили в 2001-м году. И причем ежемесячно оплачивала услуги мобильной связи. Меня тут Женя тут раз спросила, как она его заряжала. Я говорю, ну, конечно, не заряжала. В тремя абонент был недоступен. Поэтому зазвониться же было невозможно. Все-таки сказки когда-то заканчиваются. Хотя ее считали прям таким персонажем, который исполняла все желания. Пойдем дальше. Мы прошли по той небольшой олейке и повернули опять же направо. Ну, как бы все время идем, спускаемся вниз. Здесь похоронен еще один советский режиссер. И он же отец знаменитого нашего гусара. Только уже Станислав Ростоцкий. Его фильмы, конечно же, тоже все помнят. Это «Живем до понедельника», и «Белый бим», «Черное ухо». Ну, и «Зори здесь тихий». «Зори здесь тихий» уже пересняли на новый манер. Уже новые актеры. Но все-таки тот черный-белый фильм, он все-таки, наверное, более такой настоящий. И более такой, скажем так, даже передает ту правду войны. Потому что Ростоцкий сам был ветераном Великой Отечественной войны. И он, наверное, знал, как правильно снимать. А новые режиссеры – это всего-навсего ремейки. И даже не всегда хочется их смотреть. Поэтому какое заключение? Я скажу, что Станислав Ростоцкий был великолепным режиссером. Вот, похоронен он со своей супругой Ниной Меншикова. Похоронен рядом. Вот здесь, с этой стороны, Слава, давай сразу снимем. Здесь понимаешь, как все сложно. Вот, похоронен Георгий Витцин. Сейчас мы к нему, конечно, обойдем. Фотография, видите, стоит за памятником. Я сразу отсюда покажу – за памятником. Табличка вообще лежит. Не знаю почему. Табличка лежит. Сейчас мы обойдем. А вот его памятник со спины. Да, Витцину, конечно, можно было бы, мне кажется, какую-то более центральную аллею предоставить. Хотя нет, надо извиниться. Там такая же фотография, только меньшего размера стоит. Здесь уже и нарисованы. Вот он, скорее всего, на памятник будет прикреплен. Георгий Михайлович Витцин. Да, вот табличка лежит. 1917-2001. Но настоящий год рождения многие оспаривают. Он сам говорил, что не помню, но он всегда так со смехом говорил. Поэтому отшучивался, скажем так. Некоторые говорили, что 16-е, некоторые говорили 18-е. Но он никогда, правда, никому и так не рассказал. Похоронен здесь рядом с своей супругой. Она его пережила на 8 лет. Она похоронена в 2009-м. Но памятника у нее нет. Вот только табличка. Здесь рядом народный артист России Антон Григорьев. Честно сказать, про него ничего не могу особо рассказать. Смотрите Википедию. И рядом Ирина Григорьева. Тоже, наверное, артистка. Секунду. Сейчас здесь, если пройти, здесь Глузский будет Михаилович. Кстати, вот даже не совсем рядом, буквально рядом с Витсиным, Григорий Чухарай. Еще один наш советский режиссер. Вот Михаил Глузский. Михаил Андреевич Глузский здесь похоронен. Я так понимаю, Михаил Андреевич. Так, рядом с ним уже сын его похоронен. Вот фотографию приблизления с супругой своей. Также знаменитый советский актер. Говорю здесь, может быть, немножко тихо. Как вы себе потом скажете, что так тихо говоришь. Ну, на кладбище орать не хочется. Ну, и как бы люди здесь ходят, мы не хотим к себе внимания привлекать. А то ходим с видеокамерой и все подряд снимаем и говорим. А тут еще много сотрудников на нас смотрят, как будто с какого-то канала сюда вырвались. Так, ну, это здесь академики уже. Мы сейчас пойдем в ту сторону. Там тоже такая очередная аллея будет, где много актеров рядом с другом. Так, ребят, дальнейшие ориентиры от могилы Михаила Глузского. Уходим в левую сторону. По правой стороне будет колумбарий. Очередной колумбарий. В нем известных людей особо нет. Ну, как известных людей. Есть, конечно, даже генералы, там, смотрю, генерал-майор авиации. Но что-то более подробно о нем рассказать я не могу. Здесь очередная такая аллея актерская. Певцы, актеры здесь. Ну, начну совершенно с другого. Вот такой большой памятник. Находится рядом с такими великими людьми. Анастасия Григорьева. Это приемная дочь, неродная причем, бывшего архитектора города Москвы, главного архитектора города Москвы. Была какая-то неразделенная любовь у нее. И уже в положении, причем, выбросилась с 10 этажа. А была она, если я, насколько помню, на 7-м месяце беременности. Ну, такая трагическая судьба, которую она сама решила, наверное, или выбрала себе. Ну, не будем давать подробности. Сейчас немножко не об этом. Рядом с дочкой главного архитектора похоронен уже человек более заслуженный, скажем так, совершенно других идей. Человек потрясающий. Великолепный актер. Мы его знаем как комика, наверное, больше. Это Михаил Пуговкин. Вот, у него такой вот памятник своеобразный. Здесь фотографии из его фильмов, где он снимался. Тут есть и беременские музыканты, и знаменитая свадьба в Малиновке, приключения капитана Врунгеля, солдат Иван Боровкин, штрафные удары, огонь и вода, и медные трубы. И самое, что интересно, здесь у многих актеров нет скамейки, где можно присесть. А вот Пуговкин есть. То есть люди сюда приходят, цветы возложили. Ну, кто-то поминает. Всегда в России было такое, что люди приходят, поминают там кто чем, кто конфетками, кто глотком вина. И никто за это осуждать не будет, я думаю. Поэтому можно прийти сюда, находиться напротив клумбаря, и посидеть на могиле знаменитейшего нашего народного артиста СССР Михаила Пуговкина. Я, например, обожаю его фильм «Спортлото-82». Я не с Кокшеновым играли. Там можно и посмеяться от души, конечно. Но «Свадьбу в Малиновке» также смотрел тысячи раз. Да, покойцы Пуговкин здесь. Сейчас мы выйдем. Вот сидим от его могилки. Закроем за собой. Пройдем к его соседствующим знаменитостям. Здесь Михаил Танич, поэт России, как указано на его памяти. Ну, поэт-песенник. Помните, да, все его группы, для которых он писал песни? Ах, белый лебедь на пруду качает. А дальше продолжите сами. Между Пуговкиным и Таничем Римма Казакова. Также знаменитая поэтесса, актриса. Если брать от их могил, немножко рядом, и вот давай по этой стороне сейчас сначала пойдем. Сразу здесь Лев Яшин. Опять же, вот наш легендарный вратарь. Вот вратарь, наверное, на века. Просто про него знают все. Вот если сейчас назвать футболиста из какого-нибудь там клуба России, ну, не важно. Не будем там вдаваться в подробности. Кроме Акинфеева и еще пару фамилий, наверное, никто не вспомнит. А вот Лева Яшин любому ребенку задай, которому сейчас 10 лет, или даже я у 7-летнего спрашивал, знаешь, Лева Яшин, он говорит, конечно же, знаменитый вратарь. Вот, его помнят до сих пор. Лев Яшин покоится рядом со знаменитым и трагическим Игорем Тальковым. Вот. Могила Игоря Талькова находится здесь. Хочу вам немножко рассказать вот об этом кресте. При жизни он там года 3 до смерти он по утрам бегал. Ну, занимался бегом, скажем так. И я так, насколько знаю, где-то был, по-моему, там загородный дом, как сейчас называют, коттеджи, загородные дома его. И он бежал, пробежался утром и с какого-то храма старого там в деревне упал крест. Вот он этот крест на себе дотащил и поставил дома. Многие говорили, что это плохая примета. Изначально этот крест стоял здесь, его на могиле установили. Ну, потом крест, конечно, тот убрали и поставили копии. Сделали вот так. А такой довольно-таки большой крест, вот, ну, не знаю, который он нашел, наверное, был из дерева, а этот вот из металла сделан. Вот фотографии Игоря Талькова. Сыну России от русского народа. Написано на памятнике. А позади фотографии здесь указаны музеи Игоря Талькова. Как добраться. Адрес. Вот метро Третьяковская, метро Новокузнецкая, Черниговский переулок, дом 9, дробь 13. Вот здесь посвящение Игорю Талькову написаны. Миссия Игоря Талькова. Духовное изрождение. Когда звенят колокола, и птицы в небо улетают. Мы так скучаем по тебе, о возвращении мечтаем. Рядом с Игорем Тальковым, ну, еще что я хотел, кстати, противосказать, что убийцу до сих пор не нашли. Версий-то очень много. Вот сначала обвиняли там одного продюсера, который в Израиль бежал, бывшего его продюсера. Но все, кто знает этого продюсера, тот же Михаил Муромов, который лично хоронил Талькова и даже переделал его в морге, он сказал, что если бы тот человек в него стрелял, он бы на себя быстрее застрелил, чем Талькова, потому что с пистолетом абсолютно обращаться не умел. Поэтому у нас, как всегда, обвинили самого Крайнего. Он еще успел убежать в Израиль, а до сих пор много мнений, кто же его застрелил. Но, уважаемые подписчики, если у вас свои версии, пожалуйста, можете обсуждать и все в комментариях напишите. Здесь похоронены трое парней, которые погибли при Пуче 91-го года. возле Белого дома. Вот они, трое героев, которым вручили первые ордена России. Вот эти вот. Если сказать правильно, в общем, это первые трое героев России. Там были герои Советского Союза. Союз развалился. Ребята погибли при Пуче, при перевороте. Владимир Усов, Илья Крещевский и Дмитрий Камарь. Дмитрий Камарь, 68-91, 23 года. Так, тут 54-91 и 63-91. Ну, всем бы еще жить-дожить. Да вот, так получилось, что защищая право на конституцию, или как ее правильно называть. Хотя я с каждым разом все время сомневаюсь, есть ли у нас это право на конституцию или нет. Пойдем дальше там. Также, отойдя немножко подальше от могилы Игоря Талькова, здесь находится народная артистка СССР Сазонова Нина Афанасьевна. Все, кто смотрел фильмы с ее участием, она, конечно же, полюбилась. Всегда играла добродушную такую тетечку, бабушку. Последние годы своей жизни жила с сыном, но сына злоупотреблял алкоголем, говорят, и даже порой избивал ее. Насколько я знаю, она и погибла от его рук, а он покончил жизнь самоубийством, по-моему, выбросился из окна этой же квартиры. Ну, вот такая трагическая судьба у этой великолепной актрисы. Решили мы вот остановиться еще возле одного погостя. Здесь похоронен Самойлов Евгений Валерьянович в 1912 году. Его помнят все зрители, опять же, советских фильмов, таких вот фильмов, как даже 30-х годов, наверное. Их целое поколение вышло в актеры, играл и его сын, которому мы сейчас, кстати, подойдем, и его внук, до сих пор является великолепным актером. Опять же, всем, кому интересно, заходите в Википедию, набирайте актер Самойлов, и там появится очень много фотографий и сына, и внука. Вот сына, к сожалению, уже нет в живых, а внук до сих пор еще играет. Пойдем дальше. Здесь, рядом с ним, похоронен также знаменитый хоккеист из той самой советской сборной, которая громила канадцев, когда вот эти первые матчи проходили наша сборная СССР со звездами Канады, или как они там, сейчас она называется НХЛ, но вот эти матчи 71-го, или 72-го года, да, там серия была, вот, Александр Агулин. За ним олимпийский чемпион Воронин Михаил Яковлевич. Также его прекрасно все помнят, этого знаменитого гимнаста. Так, кто у нас тут еще рядом? Нет, пойдем. Все, здесь можно включать. Пройдя дальше немножко по аллее, мы остановились возле могилы Латяну Эмилия Владимировича, знаменитый поэт, кинорежиссер, драматург. Все фильмы также смотрели, до сих пор их любим и смотрим до сих пор. Рядом с ним режиссер, заслуженный деятель искусства России, Смольный Эдуард Михайлович, 34-й, 2000-й. Здесь хочу вам сразу сказать, вы просто идете вот так вот и фотографии у кого-то есть очень большие, у кого-то меньше, но все мы их узнаем. Вот, например, Анатолий Ромашин, конечно, уже более такой известный русский актер, много фильмов с его участием, я лично смотрел. Опять же, скончался он, к сожалению, не заболел, и, к сожалению, скончался, в общем, в загородном доме своем, подпиливал дерево и как-то неправильно подпилил, стоял к нему, в общем, дерево упало на него и вот насмерть. Анатолий Ромашин находится здесь. Все это идете вдоль стены колумбария, это уже не первый колумбарий, вот вдоль стены проходите и вот эти могилы находятся напротив. Нужно пройти немножко дальше. есть такой актер Эммануил Виторган, Максим Виторган, нынешний муж Ксении Собчак, а это его первая супруга и мама его сына, как раз Максима Алла Балтер, также народная артистка России, много в спектаклях она играла, чуть меньше в фильмах, но вот ее могила здесь. Так, сейчас мы пройдем сюда немного дальше. Здесь находится также знаменитый драматург, режиссер Григорий Горин. Вот если показать памятник, кто-то вспомнит, из более молодых людей наверное нет, лучше показать фотографию. Вот, один из лучших друзей был Андрей Миронова. Он же ездил за ним в Латвию и забирал его тело оттуда и сюда уже на машине в сопровождении вез в Москву на похороны. Петр Глебов, Тихий Дон, если все смотрели этот фильм, Тихий Дон именно тот снят, который в 60-х или 70-х годах, ну не буду уточнять, который первый Тихий Дон снят, потому что сейчас его сняли уже американцы, англичане и наши все, те, кто учится на первом-втором курсе в ГИТИСе, сейчас его все снимают Тихий Дон, думают, что если он снял Тихий Дон, у него все получится. Это такой выход за рамки, просто мне не всегда нравится, какие сейчас фильмы показывают. Так, Марина Левтова, знаменитая также актриса, уже фильмов конца 80-х годов в СССРе, вот, ее дочка, не могу сейчас вспомнить, как, фамилия дочки другая, она была замуж с режиссером, ее дочку даже один раз я в магазине встретил, мы с ней так пару фраз перекинули друг друга, ну, потом вспомню, сейчас, ребят, у меня в голове столько не по меси, я тем более не профессиональный экскурсоват, а любитель. В общем, Марина Левтова каталась на снегоходе, на отдыхе, где-то там, в горах, и на снегоходе врезалась дерево и вот погибла. Да, в 59-м родилась, 2000-м, ее не стало. Пойдем дальше. Здесь, Евгений Дворжецкий из знаменитой семьи Дворжецких, и отец, и братья Дворжецкие, вот единственное, мне непонятно, что как власти, опять же, распоряжались о похоронах, потому что все братья Дворжецкие находятся практически на разных кладбищах. Тройкуровская, вот Евгений находится здесь. Также все, кто смотрел его фильмы, кто его любит, памятник мы вам показываем, и вот его погост. Тех, кто не знает, кто такой Евгений Дворжецкий, но будет смотреть наш ролик. Набирайте Википедию, смотрите. Кстати, что я хотел сказать, у них какая-то судьба рок у всех, потому что умирает они все молодыми практически. Кто-то от болезни, вот Евгений погиб также в аварии, в автокатастрофе, если быть более правильным. ну что у нас там. Так, пока все. Ребята, мы уже снимали видео про Старый Арбат, и показывали вам память, который стоит на Старом Арбате Булата Ахуджавы, А вот его могилка находится. Булата Ахуджавы похоронены здесь. Вот памятник такой в виде, ну, такой булыжник большой. Не знаю, чем это выражено, но вот так вот. Фотографии нет, только надпись на этом камне Булата Ахуджавы. Знаменитый советский бард. Если мы покажем соседнюю могилу вот сюда, Слав, иди. Не знаю, видно, нет будет за травой на памятнике. Владимир Мигуля. Владимир Мигуля также очень много песен написал, все, которые в 80-х годах были очень популяренны. Кстати, один из самых первых таких композиторов, который стал реальные деньги получать, как сейчас, в данный момент. Я имею в виду не авторские права, но устраивал разнообразные концерты, писал для кого-то песни там, соответственно, за это гонорары получал. И вот даже в те времена он уже так ездил на неплохих иномарках, в квартире у него был бассейн, но сейчас мы не про это. Сейчас немножко родился он в Волгограде, вырос там, учился на медицинском, но все-таки призвание, как он считал его писать песни и исполнять их. Хотя он исполнял не меньше, он, наверное, все-таки писал для наших звезд. Переехал в Москву, здесь стал популярным, очень известным, потом получил тяжелую болезнь, очень долго болел, потерял там весе, буквально до 45 килограмм, до 40 килограмм настолько похудел, но болезнь победила. Поэтому Владимир Мигуля родился в 45-м, умер в 1996-м году. Похоронен здесь, рядом с Бардом Булатом Акуджавой. Народная артистка СССР Устинова Татьяна Алексеевна. Ей-богу, не могу вспомнить, в каких фильмах она участвовала, но мы вам показали, что покоится она здесь. Вот Самойловы, актеры Самойловы. Это уже Владимир Самойлов, сын того, которого мы сейчас показывали. А у Владимира есть еще один сын, тоже, по-моему, Владимир, это уже который до сих пор играет, хотя уже тоже в возрасте. Вот. Ну, этого Самойла мы помним «Свадьба в Малиновке», где он играл этого знаменитого, переодетого красноармейца, командира. Но его супруга Надежда, она наоборот такая играла всех таких советских предательниц, скажем так. Но это была только ее актерская роль, на самом деле была потрясающая женщина. Пойдем дальше немножко. Опять, что касается спорта. Игорь Нетто, знаменитый капитан Спартака из сборной СССР. В 54-64 году был популярным футболистом, просто гениальным. Играл на поле так, что до сих пор пересматривает его игру, и кто-то пытается даже какие-то такие изюминки оттуда вычерпать. Родился в 1930-м, скончался в 1999-м. Так. Вот так. Общий обзор, если вам показывать, вот нужно и просто идти вдоль могил. И вот аллея, она идет как бы по-большому актерская, поэтов, писателей, бардов. Ну, они не могут быть похоронены прям один рядом, друг с другом, скажем так. Потому что нужно искать все равно. Вот. Сейчас мы в данный момент ищем Соломина. А вот и нашли, кстати. Здесь слав, наверное, будет не видно. Ну, покажи вот так. Вот его памятник Виталия Соломина, знаменитого доктора Ватсона. Просто здесь такие вот настоящие цветы растут на его могиле. Да, ну вот он, доктор Ватсон, он же Виталий Соломин похоронен здесь. Скончался от инсульта, он практически на сцене, доставили в больницу, но спасти его не сумели. Ну, вот на этой аллее все. Нам сейчас нужно дойти с тобой до Андрея Миронова, а идти нам нужно вниз и около метров сорока. Спускайтесь вниз по аллее с правой стороны от Колумбария. Там будет указатель к могиле Андрея Миронова. Вот мы подошли сейчас к могиле Андрея Миронова. Ну, что я про него рассказывать, если все помнят. Сейчас первый фильм все называют, конечно же, «Бриллиантовая рука». Я еще помню «12 стульев», «2 плюс 3» или «3 плюс 2». Ну, все фильмы тоже перечислили. Итальянцы в России хотя бы. И все его помнят, конечно, как, наверное, более комичного актера. Похоронен здесь, рядом со своей мамой Марии Мироновой. Вот, скончался в Ялте на сцене. У него были проблемы с сосудами. Вот, в возрасте 46 лет. С Ялты был привезен сюда. Похоронили на Ваганевском кладбище. Тогда он еще не был таким известным, поэтому похоронили на этом участке именно здесь. Мама его еще при жизни ругалась с его супругой, которая до сих пор живет, что почему Андрея похоронили здесь. Нужно было небольшую сумму денег дать, и там вроде можно было договориться, но никто ничего не договорился. И поэтому Андрей Миронов как бы похоронен на таком участке, хотя ожидали большего гораздо, что найдут ему более респектабельный участок, но никто, наверное, не попытался договориться или кому-то на карман дать, поэтому похоронили здесь. И мама его при жизни Мария Миронова сказала, что если уж Андрюшева похоронили на помойке, то и меня там хоронить. Ну, она мама была такая, за словом в карман не лезла, и даже всех его жен и невест выбирала она ему, а не он себе. Поэтому прежде, чем, скажем так, с девушкой начать какие-то более серьезные отношения, он приводил сначала домой, знакомился с мамой, а после этого уже пытался продолжить отношения. Есть дочка у него, Маша Миронова, которая снимается до сих пор в наших фильмах. Есть одна родная дочка, одна приемная, но про это вы все знаете. Андрея Мироновым вам показали. Вот всегда люди сюда приходят также посетить, почтить память его на могиле. поэтому вот фотографию. Кстати, самое что интересно, портреты и вот цветы здесь, ну цветы присутствуют, потому что покойники всегда сюда приходят, а именно фотографии всегда меняются. Значит, сотрудникам кладбища родственники все время что-то приводят, видимо, для того, чтобы они ухаживали, смотрели. Всегда трава здесь такая вот, как новенькая, памятники всегда вымыты, чистые, хоть и находятся гораздо дальше, многие известные актеры, которые здесь покоятся. Никого из известных людей рядом с могилой Андрея нет. Здесь похоронены абсолютно простые люди, в основном в 80-х годах, в 70-х кто был погребен здесь. Ну, значит, так волей судьбы было решено. Ладно, пойдем дальше. Ради вас, уважаемые друзья и подписчики, второй раз я вот здесь бываю, за года полтора, наверное, сразу скажу, что это участок номер 50, если там был первый, второй, третий участок, то где участок номер 50, вы представляете. Так вы просто не найдете и вам не объяснить. Будете по дороге идти и спрашивать, где это, но смысл сейчас не в этом. Мы пришли на могилу знаменитого Иванькова Вячеслава Кирилловича в простонародье япончик, знаменитый вор в законе, который, как говорится, правил в теневой стороне всем государством, как говорят. В свое время уехал в Америку и в Америке там уже продвигал дела, также подбирал под себя рестораны, все движения русской мафии. И знаменитый Сильвестер, который основал Ореховско-Медведскую группировку, именно к нему ездил в Америку и получил от него тот самый золотой ключ. Но есть ли он или нет золотой ключ, это неизвестно. Есть такое выражение золотой ключ, это значит Иваньков дал ему в Штатах добро на тем, чтобы он рулил здесь по Москве. Что еще вам рассказать? Ну жизнь его в наших передачах, особенно такие, как человек и законный криминал России, вы уже все, наверное, знаете. В Штатах отсидел некоторое время в тюрьме, после чего был депортирован сюда на родину. Здесь его сразу в аэропорту встретили, поместили в Матросскую Тишину, в спецучреждение, где только избранные находятся. После чего он был отключен на свободу. Ну потом немножечко про его карьеру затерялось оповещение в наших ТВ. А вновь оно появилось тогда, когда он выходил из ресторана и получил пулю в живот. Снайпер находился через дорогу в тентованной газели. В газели была вырезана такая дырочка, стрелял наверняка. В видеосъемке, когда было покушение, которое привело к смерти Иванькова также есть в интернете. что еще сказать? Если вы увидели совпадение, что Усаян был убит на выходе из ресторана и Иваньков был убит на выходе из ресторана, это ни о чем не говорит. Такие люди в этих же самых кабаках, кабаки-то нехилые, такие, знаешь, пятизвездочные, в этих кабаках у них находятся офисы, где они решают свои многие проблемы, заодно можно пообедать, поговорить, к ним приезжают люди, которые получают либо добро, либо отказ, там они раздавали уже свои советы, ставили такие невидимые печати. Поэтому жизнь, как у настоящего авторитета криминального, у него закончилась именно от пули. Ну, такую судьбу они себе выбирают. Когда хоронили его здесь, на входе Ваганькова был фейс-контроль, если кто-то знает о фейс-контроле, но это в клубе, когда сюда нельзя, у вас не то состояние, то здесь был фейс-контроль немного другой. Рассказывали про одного такого журналиста, который специально подстригся, не брился там дня четыре, зная, что будет прощание с Ваганьковым здесь, на Ваганьском кладбище, и который хотел закосить под толпу братков, которые сюда пришли, скажем так. Но журналист немножко ошибся, он здесь заныкал камеру какой-то мини-такой, хотел поснимать, отпевание было же здесь проходило, потому что туда только избранных пускали. Но на входе стояли ребята, которые, видимо, знают всех тех, кого не пускали. А этот журналист затерялся с каким-то одним рядовым братком и попытался здесь по-своему закосить. Но когда он понял, где он находится, он не то, что камеру не попытался вытащить, он ушел бледный, нес какой-то венок, который мы впарили, и он когда выходил, он уже здесь 18 раз перекрестился, что хоть спасибо, жив остался. Ему даже не дошло до того, чтобы он попытался что-то поснимать. Ладно, это кратко такой жизни, скажем так, я рассказал. В остальном могилы все они практически одинаковые. Конечно, памятник большой, ну, как видим, Вячеслав Кириллович здесь во всей своей красе, то есть на постаменте. Рядом с ним похоронена его мама, кстати, Ванькова Александра Гавриловна. Она еще в 80-х скончалась. А вот кто такой Насо Давид Давидович, до сих пор никто, если честно, не знает. Вот правда. Вот у кого не интересуешься, если там даже Википедию почитать, никто не в курсе, кто это. Тем более, в 12-м родился, в 73-м его не стало. Ну, догадок было очень много. Ну, давайте оставим все, как и было в этой, втайне. Потому что про таких людей, хоть он и криминальный авторитет, авторитет и вор в законе был, но про него есть Википедия, Википедия не маленькая. Даже когда его хоронили, он был накрыт российским флагом, после чего в Госдуме поднялся целый бунт, почему это вора в законе хоронит накрытого флагом. Ну, значит, он этого достиг и добился. А есть такие люди, которые сидят в Госдуме, которых не то, что флагом. И даже не оповещают, что их не стало. Что я могу сказать? Вот мой товарищ, который проживет в Волгороде, Боря Иванов, ты все время хотел сюда попасть. Боря, ну, вот, все, чем я мог тебе помочь. Приезжай, конечно, я тебя сюда отведу. Хотя не очень-то мне приятно сюда всегда приходить, я имею ввиду на Ваганьковское кладбище. Но иногда нужно заходить и почитать наших ушедших кумиров, актеров. Вот. В остальном, ребят, мы на этом еще наш поход сегодняшний не заканчиваем, потому что люди остальные похоронены в разных местах, на разных участках. И мы сейчас будем проходить дальше. Только нам придется возвращаться опять в самое начало, только в другую сторону. вообще здесь на Ваганьском кладбище официально как бы похоронено около полумиллиона человек. Там 200 чем-то, если учтенных, но если брать как бы изначально, то около полумиллиона. Сами представьте, какая здесь территория огромная. Поэтому не так-то все легко и просто здесь обойти. Даже, скажем так, ноги уже начинают гудеть, но ради вас мы согласны на все. Итак, Иванькова мы вам показали. Еще раз хочу сказать, что найти его очень непросто. 50-й участок, табличка 50-й участок, они все участки такие квадратные. И таблички висят 50-й, 50-й, 50-й. В общем, вам нужно спуститься вниз, по ориентиру повернуть направо и вот посередине аллеи, ну, участка, вы увидите Иванькова. Ладно, а мы пошли дальше. Ребята, еще хотим рассказать вам про могилу одного актера. Про него я знал, но вот нахожусь у него впервые. Просто так пришлось немножко поискать. Про могилу Япончика все знают. Если вы спускаетесь на 50-й участок и вот не доходя до поворота на могилу Япончика, здесь находится Леонид Харитонов, а именно солдат Иван Буровкин. Там было три часа, Буровкин на целине, солдат Иван Буровкин. Актер МХАТа. Умер он довольно-таки в молодом возрасте. Не старый, скажем так. Родился в 1930-м, умер в 87-м. В 57-м лет у него было, по-моему, пару инсультов. И окончательный инсульт третий его разбил после того, как МХАТ разделился на две части, когда он стал Горьковским и Чеховским. И вот Харитонов этого не смог перенести, это окончательно его добило. И вот в 57-м лет его не стало. Похоронен здесь по рассказам людей, которые бывали здесь еще в 80-х годах после его смерти. Здесь очень долгое время стоял венок с надписью на могилу сыну. А положила здесь венок Татьяна Пельцер, которая играла его маму, солдата, Бровкина. Ну, все, что о нем можно рассказать, я рассказал. Все, что остальное вы хотите про него знать, вы также можете почитать в нашем интернете. Могила его находится здесь. Также вокруг знаменитостей нет обычных людей. Ну, вот ориентиры еще раз напомню. До 50-го участка как указатель спускайтесь вниз, видите могилу Леонида Харитонова, от нее поворачивайте направо, и там огромный памятник Япончикова. Так вы его и найдете. Ну, пойдем обратно. Сейчас мы подошли на участок номер 13. Здесь похоронен знаменитый московский торпедовец и игрок сборной ССР по футболу Стрельцов Эдуард Анатольевич. В Москве есть и стадион, названный его именем. Что про него можно рассказать? Играл гениально. Особенно его знаменитой паспяткой, которую комментаторы часто используют в своих выражениях сейчас. В разгар своей карьеры был арестован, осужден за изнасилование, отсидел 6 или 7 лет, после чего был выпущен, как бы срок свой отсидел и продолжил свою карьеру футбольную и дальше начал играть. Хотя уже не в той форме, но все же играл. Тюрьма, конечно, дала о себе знать в его жизни, потом ближе к 60 годам часто болел, поэтому прожил он не так много, как хотелось бы, умер совершенно молодым. В 37-м родился, в 1990-м его не стало. Рядом с ним находится знаменитый динамовец Численко Игорь Леонидович, заслуженный мастер спорта по футболу, неоднократный чемпион, обладатель Кубка СССР, серебряный призер Кубка Европы, бронзовый призер чемпионата мира 66-го года. Его все заслуги не перечислить, это знаменитых два футболиста. Пройдем дальше сюда. Здесь находится знаменитый актер Спиридонов Вадим Семенович, тени исчезают в полдень, кто-то помнит первый советский сериал, батальон «И просит огня», где он играл военного, знаменитого полковника. Но ролей его так много я не назову. Все помнят, где он снимался, все смотрели фильмы. Прожил недолго, к сожалению, всего 45 лет. В 89-м году его не стало. Вот его могила. Подошли на могилу следующего популярного актера, советского, потому как не стал его в 1990-м году, Георгий Иванович Бурков. Вся его фильмография здесь на таком плакате выставлена. Кто его фильмы помнит, у каждого есть свой любимый фильм. Играл он очень много где. Родился в Перми, перебравшись в Москву, только здесь стал популярным. Но начинал свою актерскую карьеру именно в Перми. Он играл в местном театре. Чем в СССРе больше всего запомнился? Конечно, он был одним из лучших друзей Шукшина, Василия Макаровича. Вместе они снимались в том самом знаменитом фильме «Они сражались за Родину». Остальная фильмография комические роли, где-то бандитские роли, как Калины и Красные. Но опять же, там играл Шукшин, и он убрал везде на свои работы. в 90-м году он дома полез в библиотеку, у него были высокие потолки, поднялся на лестницу, по-моему, споткнулся и упал с лестницы. В общем, получил какую-то травму ноги в больнице. После операции какие-то осложнения пошли, и, по-моему, тромб оторвался, и Георгий Иванович Бурковой не стало. Вот. Очень сильно переживал после смерти Шукшина, хотя переживал на целых 16 лет. Но каждый год вспоминал. Ни для кого не секрет, что в разгар бурной молодости в этом деле тоже был замечен. Но что сказать, актер был гениальный, потрясающий. Вот могила его находится тут же на 13-м участке. Вот. Пойдем дальше. Ребята, в Москве есть некоторые места, куда люди приходят к святым что-то попросить. Ну, кто-то здоровья, кто-то финансово благополучия, кто-то найти работу. Здесь есть на Ваганьковском кладбище это от входа налево и идете в общем метров 100-150. Здесь находится могила протеерея Валентина Амфитеатрова. Также почитайте Википедии. Говорят, многие люди к нему приходят, просят исцеления, он помогает. исцеляет и при жизни еще был святым человеком. Поэтому вот сейчас мы отснимем этот материал. Вот здесь видите, люди всегда подходят. То есть здесь даже и в будние не всегда кто-то есть. Вот в отличие от Святой Матроны, там как бы место в центре, да, его тоже многие знают. Там очередь нужно отстоять около трех, а то бывает и больше часов. Я один раз четыре с половиной стоял. вот могиле амфитеатровой мы сейчас подойдем, похоронен он здесь. еще так объяснить, как вам проще найти, здесь аллея воинской славы. Вот такая братская могила здесь большая и он рядом. Поэтому мы сейчас к нему подойдем, там еще ближе с ними. Давай потом. Ребята, вот мы громко говорить не буду, потому что люди здесь вокруг, они ждут пока мы сейчас отснимем. Мы подошли ближе, вот его могила, этого святого человека, то есть здесь можно подойти, о чем-то попросить и всегда надеяться, что он поможет. Много про него написано, обязательно откройте википедию и прочитайте про него. Он говорит, святейший был человек, всем помогал. Мы конечно же тоже каждый для себя что-то сейчас попросим. ну наверное Слав больше сказать нечего, наверное все. Ребят, ну и в завершающем цикле мы подошли на могилу знаменитого Сергея Александровича Есенина, но про него даже и рассказывать ничего не нужно, все про него знают, смотрели фильмы, спектакли, читали, в школе стихи его учили. Трагичная судьба скончался в возрасте 30 лет, как многие говорят повесился в гостинице Англитер в Ленинграде но кто-то оспаривал это что он не повесился а это наши структуры определенные которые рулили в тех 30-х годах ну они же потом стали КГБ ФСБ в общем что это они его убрали потому как он был балагур такой хулиган поэтому его решили убрать рядом с ним похоронена его мама Есенина Татьяна Федоровна пойдем сюда за ним памятник находится знаменитая Бенеславская Галина Артуровна это его самая ярая такая поклонница была которую просто обожала при жизни она много раз его выручала из разных ситуаций он человек был запойный когда он буквально уходил с полным кошельком денег и в дорогом французском пальто она его находила уже в обрывках каких-то без денег и в каком-то заблужен трактире заброшенном скажем так Бенеславская пережила его на год на его годовщине на год смерти она пришла на эту могилу достала револьвер много раз писали что выстрелов она пыталась сделать точнее не раз она пыталась выстрелить что была первая осечка вторая осечка третья осечка но она уже не стала отступать все-таки выстрел произошел она покончила с собой на его могиле в 1926 году и ее решили похоронить рядом с ним потому что она без него жить не смогла в этом все ребят на могиле Сергея Александровича Есенина это был последний наш кумир которого мы здесь посетили сегодня я хочу вам сказать до новых встреч я так думаю что на максимум вашу просьбу исполнил вы просили расширенную версию Лаганькова сегодня мы попытались оснять все точнее всех кого могли единственная преграда нам оказалась что ночью сегодня в Москве был ураган попадало очень много деревьев и на каждых пяти метрах нам пришлось выключать камеру потому что трактора проезжают мотоциклы тележки какие-то много деревьев много деревьев очень упало и много разбитых памятников мы видели поэтому сегодня здесь такие вот работы проводятся но не отгадаешь когда снимать нужно и какое время на этом я еще раз хочу вам сказать до свидания о наших новых проектах мы будем оповещать вас заранее всего вам доброго ребят и если кто-то будет приезжать в Москву пишите может быть чем-то и поможем или смотрите наше видео приходите на Ваганьково посещайте наших ушедших кумиров вспоминайте о них на этом до новых встреч всего доброго и мы будем всегда с вами до новых встреч